Тепло в детские сады, интернаты, больницы и дома престарелых дадут уже во вторник, 15 октября. Главой Минэкономразвития подписан приказ. Что касается жилых домов, будут исходить из погодных реалий. 30 действующих котельных, больше полусотни центральных и более 260 индивидуальных теплопунктов – все это большое хозяйство городского предприятия «Бендеры Теплоэнерго». Подачи тепла все объекты готовят заранее. В рамках выполнения программы ремонтных и регламентных работ работниками нашего предприятия были выполнены такие работы, как замена тепловых сетей в объеме 8,5 тысяч метров, внутренних домовых сетей в объеме 2,5 тысячи метров. Выполнен ремонт и обслуживание котлов, вентиляторов, дымососов, насосного оборудования, оборудование химводоподготовки, ремонт запорно-регулирующей арматуры. Работы ведут и в рамках инвест-программы. К примеру, в этом году завершают монтаж модульной котельной в селе Гиска. Она подает тепло в сельский клуб и в десяток жилых домов по театральной. Сможет обогреть и местный детский сад. Магистральную котельную отремонтировали в центре «Бендер». В рамках инвестиционной программы на 2024 год у нас выполняется монтаж котельной модульной по адресу Гиска, улица Ленина, 158, дробь 1. Заключены договоры на поставку оборудования котельной Шестакова, 23 в центральной части города. Выполнен ремонт магистральной тепловой сети на пересечении улиц Фонтанная и Панфилова диаметром 530 мм в объеме 200 погонных метров. Обеспечить теплом соцучреждения, жилые дома и предприятия – главная задача «Бендеры Теплоэнерго». Уже завтра прогреют учреждения здравоохранения, соцзащиты и Минпроса. В жилых домах отопление включат позже. По правилам, когда пять суток подряд, температура воздуха будет не выше 8 градусов, выше нуля.